Далее мои коллеги коротко расскажут о других новостях в Сахалинской области, заслуживающих внимания. Новый порыв на теплосетях уже третий за три дня обнаружили в среду на проспекте Победы в Южно-Сахалинске. В центре города снова отключили тепло. Под ограничение попали несколько улиц. Анкудинова, Комсомольская, Поповича, Горького, Тихоокеанская и другие. Для устранения проблемы на место выехала ремонтная бригада. 10 человек и 8 единиц техники. Напомню, из-за коммунальной аварии более трех тысяч человек сидели два дня без тепла и горячей воды. В России предложили ввести систему регистрационного учета всех собак. Совет по правам человека направил в правительство страны предложение по предотвращению нападений животных на людей. Также владельцев крупных пород хотят обязать проходить кинологические курсы. Кроме того, по мнению авторов инициативы, необходимо значительно увеличить количество площадок для выгула и дрессировки собак. Предложено и пересмотреть подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, так как на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к животному. Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди ветеранов прошел в Нижнем Новгороде. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 17 регионов страны от 30 до 74 лет. В Сахалинской области не осталось без наград. Александр Коротченко полетел защищать регион при содействии своего работодателя. У нас была дисциплина два трамплина К-40 и К-60 и дисциплина лыжное двоеборье. На трамплине К-40 я завоевал бронзовую медаль, на трамплине К-60 я был четвертым, остался с деревянной медалью и в лыжном двоеборе я тоже завоевал бронзовую медаль. Командой совместно с Ленинградской областью и Карелией мы заняли в личном зачете второе место среди 11 команд со всех регионов. Золото взяли спортсмены Василий Грознов и Владимир Кондратьев из Петрозаводска. Сахалинки успешно выступили на межрегиональном турнире по спортивной аэробике. Соревнования прошли в рамках чемпионата и первенства Приморского края. Состязание провели во Владивостоке, они собрали более 200 участников. Островитянки завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовых медали.